Академическая пианистка Академическая пианистка Это повлияло на мое мировоззрение в какой-то степени, касающееся именно музыкального пространства в мире, в обществе. Однажды я проводила творческую встречу в Испании. У меня там был сольный концерт, и педагоги местных школ, они очень люди открытые, активные, устраивают всегда такие встречи с музыкантами для школьников обычной школы. Не музыкальных, а именно просто обычная общеобразовательная школа. И мне было очень интересно увидеть, как происходит процесс обучения в обычной просто школе в Испанской. И есть у них такая, ну вот, на тот момент была у них новая традиция, они тоже жаловали, что да, приходится заставлять приходить на такие мероприятия. Так что, ну, вы не пугайтесь, будет полный зал. Но я никак не могла ожидать, как бы. Зал огромный был. И он был занят полностью. Вся школа, я не знаю, человек, наверное, 500. Было в этом зале учеников. Это выглядело так. Стояли по периметру педагоги, надзирая очень внимательно за учениками, следя, чтобы все было четко. Сначала сидели младшие классы, туда дальше уходили, все старше и старше. Задние ряды сидели ко мне спиной. Они, как бы, вот, держа телефоны, как бы, вот так ко мне, вот так, они явно, как бы, показывали мне, собственно, весь уровень своей заинтересованности темы. Также примерно, вот, что-то такое было на проекторе. И все так немножко страшно, если честно. И они подготовили вопросы. Ребята, испанцы, все-таки. Они не все владеют английским языком. Учительница английского языка очень сильно переживала. Всем там, за руку каждого, кто должен задавать вопросы, она им дает микрофон. Они по бумажке, бедные, волнуются, что-то там такое, сколько часов в день вы занимаетесь. Вопросы, да, задали. Я отвечаю, что... Ребенок бедный, он уже боится, знаешь, зачет по-английскому, наверное, сейчас происходит. Он у меня спросил это. Сел на кресло. Я сдал. Я сдал, да. И что я там отвечаю? Первый вопрос я ответила, в сколько лет я начала заниматься музыкой. Я говорю, в 6 лет. На этом. Вопрос исчерпан. Вот. Следующий вопрос. Я вижу, мы теряем людей. Теряем молодежь. Все эти 500 человек начинают ерзать. Начинается уже просто хаос. Задние ряды вообще. Они, в принципе, даже не вникали, что происходит. У них там своя какая-то тема. Видно, педагоги волнуются. Они видят, что как бы все разбредается. И я поблагодарила всех за вопросы. Я вижу, что вы подготовили. Я вот очень так как-то... Спасибо вам огромное. Простите, можно я спрошу вас? Вопрос, может быть, задам, если вы не против. Немножко педагоги испугались, потому что как-то все выходит из-под контроля. Что вообще происходит? Я по плану. Сейчас я как спрошу, в каком году родился Моцарт, например. Или там, бах. И будет сейчас... Но я спросила... Ребята, мы сейчас начали с этого немножко. Поднимите руки. Ребята, поднимите руки, кто считает, что классическая музыка – это скучно. И тут тишина в зале. Задние ряды разворачиваются на меня. И встает вот так лес рук. Педагоги на меня снизу. Я говорю, ребята, я тоже. Они такие... В смысле? Ну-ка, сейчас повнимательней. Я говорю, вот приходишь на концерт, а там как-то все с такими серьезными лицами. Выступает ученик пятого класса. Бах. Три люди и фуга. И думаешь, господи. И вот людям, кто с музыкой не связан, как им это воспринимается? То есть, бывает, вот эти традиции академизма, они встают такой стеной между нами, между самим вообще-то искусством, которым вот сам академизм, какие-то такие традиции, не знаю, стереотипы, которые как-то вот распространились по миру. В каких-то странах они сильнее пережились, в каких-то странах меньше. Какие-то страны скорее из этого выходят. Стараются ломать вот эти барьеры все, которые мешают нам воспринимать музыку, классическое искусство, как нечто родное, свое. Потому что ничего не может быть роднее музыки нам. Мы ее любим с детства, просто не все об этом знаем. Чаще всего нам навязывается то, что мы, может быть, даже и очень не совсем достойны ее. Это вообще-то элитарное искусство. И вообще всегда всю историю музыку понимали лишь единицы. Ну, правда, встречались с таким вот все-таки мнением. Классическая музыка. Как бы искусство в массы, оно тоже не сразу пошло. И вот там, например, какое-то именно высокое, с появлением оперы и так далее. Искусство вышло на улицу. Там появлялись какие-то музыкальные представления и так далее. Раньше, например, музыка, самое свободное творчество, это народное, которое идет от сердца. Когда человек, как раз, не имея никаких барьеров внутренних, отражает через музыку окружающий мир, его жизнь, его эмоции, его самобытность. И есть музыка, ну, вот такая, да, светская, когда музыка от, может быть, какой-то ритуальности, да, перешла уже в разряд наслаждения, какого-то эстетического удовольствия, появились концерты, да, все это там не сразу происходило. Часто вот среди молодежи, например, когда вот я слышу, да, что что-то не так с классической музыкой, что мне надо к ней добавить какой-нибудь бит или наложить разржунжировочку, чтобы она стала нормальной. И есть тут такая загвоздка, что суть музыки, о том, что это язык, настоящий язык коммуникации, мы как бы вроде номинально мы знаем, да, музыка, язык, который не надо переводить, ну, все знают эту фразу, да, но был у меня такой случай, я тоже должна с вами поделиться, я, будучи лучшим выпускником, красные дипломы, пятерки и так далее, крепкой такой пианисткой, как иногда я слышала свой адрес, я много чего слышала свой адрес, но это одно из этого. Когда я приехала учиться в Швейцарию, в Базель, в академию, надо сказать, что именно мой педагог-профессор посоветовал мне после консерватории там учиться, я принесла санату Моцарта своему профессору и играю. Очень хорошо играю, качественно. Я хорошая девочка, я учусь хорошо, я занимаюсь много, и мне как бы... он говорит, какая гармония сейчас звучит? Я говорю, доминанта. А это какая гармония, спрашивает меня? Я говорю, это тоника. Он говорит, ну сыграй еще раз, я играю. Он говорит, ты слышишь, что это одинаково звучит у тебя? Я так... Что, Господи? О, Боже мой! То есть я поняла. У меня тогда мир рухнул в то самое мгновение, и я поняла, что я как бы имея профессиональное образование высшее, полное высшее образование, зная, что такое тоника и доминанта, играю это совершенно одинаково. Вы в тот момент это услышали? Да, я услышала по-настоящему, что я противоположная по функции своей, именно вот сейчас про музыкальный язык, когда будем говорить, по назначению своему, по значению своему функции языка не понимаю. То есть если переводить это на речь, то я говорю ерунду какую-то. То есть перепутаны слова, буквы. Я вроде все правильно произношу, четко и аккуратно, отлично выучено, наизусть. Вот так. Ничего не понятно. Выразительно? Музыкально? Ну ничего не понятно. Это что значит? Непонятно с точки зрения того, что имели в виду композиторы, когда писали эту музыку. Народная музыка, да, она отображает, у разных народов есть свои какие-то лады, краски, да. Это то, что человек несет от души следующим поколением. В музыку закладываются смыслы. Бывает так, что она со словами, да, то есть через слова кодируются некоторые интонации, которые там, какая-то интонация музыкальная что-то значит. В музыку вкладывается движение, да, это народный танец. Все знают особенности народных танцев, там все зашифровано, да. В каких-то народных танцах можно поворачивать корпус вправо-влево, в каких-то нет. И так далее. То есть каждый народ, он это все несет. Это на самом деле самое ценное. То есть спасибо тем людям, кто в свое время начали все это там хотя бы записывать или как-то переносить на какие-то источные, ну бумажные просто носители или еще что-то, чтобы это оставить в памяти. Потому что, конечно, все, мы переезжаем в город, мы забываем, мы теряем свою самобытность, свою принадлежность и вообще историю, когда мы теряем музыку. И композиторы, они за это взялись, слава богу, и впечатлели все-таки какие-то вещи. И сейчас, кстати, я тоже вижу, что народная музыка сейчас приобретает какой-то очень новый какой-то виток развития. Я очень рада это видеть. И здесь в Атарстане тоже. И у нас, например, в Карачаево-Черкесии тоже появляются какие-то такие новые идеи, связанные с тем, чтобы актуализировать народное искусство, чтобы оно было частью нашей жизни, а не просто какой-то открыткой, просто народным костюмом, который мы периодически надеваем и потом сбрасываем в себя, который, в принципе, по большому счету для нашей жизни не особо роль играет, но так просто дань традиции. Нет, вот хочется, чтобы оно было прям чем-то очень важным, нужным, чтобы дальше передавать. Так вот, с историей развития человечества музыка тоже менялась. Мы можем вспомнить, сейчас очень кратко пробежимся, то есть, если это там средневековье, это служение Богу, это может быть только один голос, это была Монодия, только одноголосное ведение голосов, потому что не может быть никаких двух голосов, двух мнений, расхождений в Слове Божьем. Следом, дальше появилось параллельное движение голосов, когда два голоса могли идти только в одном направлении. Это очень интересная такая история, когда ты видишь, что это значит, когда параллельные квинты двигаются, это для профессионалов, но музыку средневековья, возрождение, что там во время возрождения происходило с музыкой, потом появилась полифония, когда голоса, им стало разрешено расходиться, сходиться, появлялся многоголосие, появилась гармония, разные-разные, и у каждого этого закона, нового, который вводился, был смысл, было значение, и поскольку не было других, ну особенно, все-таки такая традиция была в западноевропейских странах, все-таки если мы про западноевропейскую традицию говорим, где музыка развивалась, где люди молились, ты молитву знаешь наизусть, все песнопения, вот эти, да, ты выучиваешь мелодию, на мелодии, на этой, есть определенные слова, и они становятся шифром для тебя, и ты по мелодии, например, можешь понять, что это значит словами, то есть вся музыка Баха, это все программная музыка, каждый ход мелодии, вверх-вниз, и так далее, там это очень сложная такая, красивая картина, вся что-то значит, более того, как бы вся музыка барокко, она программная, везде подразумевалась, просто все знали это, никто не записывал, то есть как бы слова не надо было, потому что все и так знают, более того, что не надо было еще, сейчас скажу для профессионалов, во времена Баха, не надо было писать штрихи, ну потому что все и так знают, как произносятся те или иные звукосочетания, где у нас лига, где у нас стаката, как ты это играешь, тырым-тырым, тарам-там-парам-там, и так далее, есть понятие уртекст, уртекст это то, как написал композитор, и некоторые издания, они вот прям публикуют полностью копию манускрипта, со всеми, значит, у всех что-нибудь есть, у Баха ничего, и я, честно, я ходила какую-то часть жизни в полном неведении, я думала, что уртекст это просто ноты, у которых убрали все обозначения, я думала, что все уртексты такие, кто еще так думает? Думал, никто, только я, ладно, но мне не стыдно, знаете, я уже как-то вот научила себя признавать свои ошибки и работать над ними, вот я раньше, например, стеснялась, я не знаю, какую-нибудь пьесу, вот играет у профессора, ученик играет пьесу, все сейчас, все, внимание, ты заходишь в класс и не знаешь, что он играет, сидишь, глаза в пол, и только об одном просишь, хоть бы не спросил, хоть бы не спросил, спрашивает, что он играет, что? И ты такой думаешь, господи, все. И вот, ну, стыдно как-то сказать, не знать, не знаю, что-то там, это же соната листа, позорище, ну, не знаю я еще, ну, выучу хорошо, да, то стресс, оп, ты уже весь забоялся, уже не знаешь сонату листа, сел играть, тебе уже не до того, что ты играешь, не до того, что там что-то надо делать, ну, все, потерянное время, все. Так вот, про вортексты, возвращаемся к вортекстам и к тому, что композиторы писали. Каждый из последующих композиторов, вот они всегда имели в виду контекст. Композиторы создавали свою музыку, опираясь на достижения своих предшественников, они были любознательными, они могли поехать в другой город послушать, но других возможностей не было. Других композиторов, поизучать ноты и так далее, они испытывали влияние друг на друга. Например, сын Баха, Карл Филипп Мануилл, оказал влияние не только на классическую, ну, уже в эпоху позднего барокко, начало классицизма, а на романтизм очень многие композиторы оказались под его влиянием через века, через сотню лет. То есть это значит что? Значит то, что когда Брамс или не знаю кто угодно, Чайковский, Рахманин, Скрябин, писали свои произведения, они имели в виду, да, Моцарт, да, давайте, да, всех, Бетховен, они имели в виду то, что вот это звукосочетание значит это. А это значит то. Поэтому, когда мы во время обучения плохо уделяем внимание таким предметам, как начало, начало зарождения вот этой западноевропейской традиции, начиная вот от средневековья и там я не знаю дальше в классицизм переходим, мы не знаем правил во-первых того, что значит этот звук, эта гармония, мы не знаем как его произносить, артикуляции. Я прожила половину своей жизни профессиональной с пониманием что артикуляция, кто слышал такое слово? Вот. Что это когда пальчики так хорошо, так артикулировано все прям так играет, так артикуляция такая. Я думала, что это просто когда ты хорошо ну как-то тык-тык-тык делаешь. А на самом деле? А на самом деле это ударение в слове. Пауза. Слеговываем мы соединяем или со-и-а-н-и-а-ни-я-н вот как это музыка? Сейчас покажу. Да, понятно. Вот. То есть это просто это грамматика, это базовая грамматика языка. Так, а теперь давайте немножечко к музыкальному языку. Такой план. Я сейчас буду играть Элегию Рахманинова. Это Элегия. Так, что еще нужно, чтобы слушать музыку комфортно? Спинку прямо. У нас есть название произведения, да? У нас есть все-таки композитор. Мы понимаем, про какую эпоху идет речь. Есть название. Название это всегда подсказка, которая должна нас уже настроить на что-то. То есть Элегия, мы уже понимаем, что это что-то такое элегическое. Что-то музыкальное, да? Вот. Какой-то контекст, который, например, написан в программке, тоже всегда поможет. Просто очень часто бывает так, что мы торопимся на концерт, берем программку, садимся в зал, а там темно. Слушаем первое деление. Чего там? Не знаю. Красиво вроде. Но я тут была на концерт. Извини. Сколько времени? Боже мой. Все. Тороплюсь. Теодор Курензис выступал в Москве и совершенно гениально играл Персифону. И она идет на французском языке. Я читала либретто в телефоне, потому что не успела купить программку. Я плакала все это все время. И потому что, я не знаю, французский язык я читала просто. И именно в сочетании, когда ты понимаешь слова, слышишь музыку, слышишь звуки хора, и ты слышишь, как это сделано, и что это для тебя значит в этот момент. Вот у меня текли слезы, я плакала. Как бы все первое отделение. И потом, когда вышла, выхожу из ряда, и рядом мужчина спрашивает у жены, слушай, а что это было? Вот. То есть как бы тут, ну, жалко. Вот. То есть какие-то простые такие вещи, которые могут нам помочь в момент прослушивания музыки, они вот прямо рядом, и просто иногда не пользуемся. Так, Элегия Рахманинова, она написана в ми-бемоль. Миноре. Нет. Сейчас. Как бы так сделать. Давайте попробуем, имея в виду, я буду останавливаться. И буду, наверное, давайте так. Давайте прямо из зала, я просто буду, может быть, вопросы задавать. Просто кто что чувствует. Прямо поднимайте руки, и будем немножечко вот так вот делать какие-то паузы. Я буду просто давать комментарии к тому, что конкретно сейчас звучит, вот что вот эта гармония, например, могла бы значить. Как вам такой план? Левую педаль не нажимаю, иначе зазвучит что-нибудь другое. Как такое начало, что оно может значить вообще? Как настроение? Трагичное. Да, трагичное. Ми-бемоль-мино. Успокаивающее? Отлично. Супер. Но есть такая краска, да, все-таки больше со знаком минус. Да, это по-другому бы звучало вот так. Да? Добрая тоска такая. Есть разная. Да? Или вот так. Идем дальше. Здесь у нас прозвучала тоника, субдоминанта, доминанта и тоника. Это когда мы возвращаемся вот отсюда. Опять вот в это начало. Что дальше? И здесь вот как раз вот это называется разрешение доминанта в тоне. Но есть ощущение законченности. Рифмы есть. Симметричности. И ты это считываешь, но тебе не надо для этого теорию музыки знать, в принципе. Ну как бы ты это можешь считать эмоционально. Мы как музыканты, мы это считываем из нот, понимая как бы, что мы ожидаем в момент исполнения. Вот так должна быть? Ну нет. Доминанта. Доминанта. Вот аж где, да? А что мы часто слышим? И вот что. Я клянусь, в записях очень часто. Все. А казалось бы, это просто прервы наоборот. А что здесь? Здесь вот, зная историю Моцарта, всю трагичность его истории, которая заключается просто в том, что ребенку не хватало родительской любви, самой простой. Вот может быть в этом обороте. Современники Моцарта говорят, что он очень часто подходил и спрашивал своих друзей, ты меня любишь? Он мог спросить это сто раз подряд. Ребенок не был уверен, любит ли его. И вы знаете, я на самом деле, прочитав одну книжку про Моцарта, что Норберт Элиас написал, социолог, он написал книгу о Моцарте. Моцарт. История к социологии одного гения. И как социолог смотрит на жизнь Моцарта. И для нас, для всех, это просто, я не знаю, это слиток золота. Вот эта книга, она открыла для меня Моцарта, и только после этой книги я смогла его играть. Я наконец поняла, кто это. Я поняла, что вот в этих всех пассажах. Про артикуляцию, да? Это не гамма. Есть разница, да? Когда мы как из пулемета, да, стреляем вот эти все. И когда он использует прерванный оборот, который мы все просто знаем с самой музыкальной школы, и можем пройти мимо, мы его предаем. Мы предаем чувство Моцарта. Здесь нет разрешения. Это пауза. Моцарта. Пауза. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А для Рахманинова другая шестая ступень Или та же самая? Для него это имеет другое значение Для Рахманинова Или такое же для Моцарта? Такой вопрос к вам На мой взгляд такое же И как и для меня И как и для вас То есть мы разговариваем Друг с другом через века Через года Я открываю ноты Рахманинова Или Моцарта Я чувствую, что я рядом с ними Я прямо с ними В этот момент нахожусь Мне приятно побыть С этими людьми рядом А мы абсолютно точно рядом, потому что это чистая эмоция. Она только через музыку может так передаться. А мы когда с человеком общаемся, даже вживую, мы же эмоции считываем, даже не слова. То есть самое главное для человека – это не слово, а именно эмоции. Это целая наука, психология. То есть первая фраза… Может быть, да? Нет. Напомню. Нет. 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 Рассуждает явно. Рассуждает явно. Рассуждает явно. Рассуждает явно. Рассуждает явно. Ответ. Рассуждает явно. Рассуждает явно. Рассуждает явно. В разговоре со своим близким человеком, будь то муж или отец, или брат, или подруга, о чём-то важном, что-то я хочу спросить, например. Почему она спрашивает ещё раз, как мы это считали? Потому что, да, это вот как раз орнаментация, это вот профессионалам, да, то есть когда мы усиливаем тот же самый, то, что мы только что сказали, мы усиливаем это каким-то украшением, каким-то усложнением, мы хотим добиться и в конце доминанта, да, вопрос. И появляется, да, какая-то... Что-то рядом, какое-то разрешение мажорное, какая-то тёплая эмоция рядом, какой-то счастливый конец, он здесь, он здесь рядом, он возможен. Как счастье было, так возможно, да? Тут в конце, да, вот это... Сюда надо. По законам музыки, вот этот закон, сюда разрешается. Это самое первое, что мы ждём. И что делает Рахманинов? 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 Вот почему такой эффект, да? Потому что бемоли, есть бемольные тональности, есть диезные тональности. В музыкальном языке имеют тоже большое значение. Диезная тональность – это совсем другая краска. И когда мы из ми-бемоль минора… Это шок. Это в музыкальном языке, в музыкальном пространстве – это самое настоящее потрясение какое-то. Когда это играют формально, просто влетают в этот ле-мажор, часто такое бывает просто, то весь смысл теряется сразу. То есть это разрыв и смысл пьесы, когда вся она в таком миноре. Есть какая-то такая очень теплая. Мужской голос, да, наверное, мужской. И тут вот это… Это что-то несбыточное все-таки. Это что-то там, куда… А сейчас в пьесе же это все. Есть. Играем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас… Внимание здесь… Не вот это, а вот это. Субтитры создавал DimaTorzok И вот это согласие, оно подтверждается здесь. Может быть… Нет. Может быть, все-таки… Может быть, все-таки… Играем дальше. Играем дальше. Играем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот если мы открыты, кажется, что просто все. Правда? Вроде и несложно. Какой в конце… Да, конец. То есть он, ну это целая история, да, это вот к вопросу про форму, есть мысль у композитора, и он выбирает, как выразить свою идею, он выбирает форму, что я хочу, крупная эта форма, мне нужна, чтобы выразить все это, либо эта история вот небольшая, но важная, маленькая. Отсюда разные такие жанры, есть симфония на 45 минут 50, а есть Элегия Рахманинова или Мазурка Шопена, которые длятся там, не знаю, 2-5 минут пьесы, и ты в этой пьесе как бы можешь всю жизнь свою увидеть, ну правда, да? Вот, поэтому единственный путь здесь, тут как бы не обязательно быть музыкантом, чтобы, например, вот эти вещи считывать. Я, например, я честно вам признаюсь, что завтра Рахманинова я буду играть первый раз в своей жизни. Я не бралась за Рахманинова, я просто не могла. Я не знаю, удастся ли мне завтра прожить все это и не разреветься. Правда, потому что как бы здесь цепляет, я не знаю, что-то такое у нас с Рахманиновым где-то вот настроено, сонастроено, что, ну вот, застилают слезы, играть не могу. То есть прям вот у меня был период, я брала музыку Рахманинова, все, не могу, я закрываю ноты, просто я просто не выдерживаю этого. Настолько это, то есть я росла, я с собой работала, вот сейчас буду пробовать, потому что уже чувствую, что не могу не играть. Вот это мне очень нравится состояние такое. Не знаю, что из этого будет, но поскольку музыка это всегда эксперимент, никогда не бывает никакого результата. Это я хочу сказать тем, кто занимается профессионально, сейчас учится. Если у вас есть, например, впереди какие-то конкурсы или какие-то важные, не знаю, испытания, где кто-то думает, что я сейчас там победю и все будет классно, нет. Все не так работает, все будет точно так же. Вот что нужно как бы понимать. Ничего как бы, не бывает никакого результата, есть только процесс в музыке. Это как касается как и исполнительства, так и слушания музыки. Если вы приходите на концерт и вам не нравится, это совершенно нормально. Можно вообще не злиться, можно не раздражаться. Я просто вот должна поделиться с вами быстренько сейчас. В Москву приезжал однажды Андрес Шиф. Это совершенно потрясающий пианист, это легенда уже. И я была на концерте, концерт на Золчаковского, и мы с мужем сидели в портере, и он играл. И мы просто унеслись куда-то в другой мир. И в нем находимся во время антракта. То есть я в таком полутумане, в фойе встречаю своих однокурсников. И они такие, что-то с какими-то лицами такими. Они такие подходят, говорят, слушай, что-то левая рука громковата, да? Я говорю, что, что, что? Ну слушай, что-то с наших мест вообще не слышно. Вот там что-то мелодию, левая рука. Я думаю, боже мой. То есть, это вопрос про профессиональную деформацию. Нельзя допускать такого. Какими бы мы ни были профессионалами, мы должны в себе сохранять способность слушать. Слушать музыку, а не ждать ошибку. Слушать музыку, а не слушать октавы. Очень часто у нас, я училась в ЦМШ. ЦМШ, Московская ЦМШ. Да, я жила в интернате. Забавой такое было у ребят, слушать, как кто где. Ладно, буду прилично выражаться. Мажет октавы. Да? Кто там? Где октавы, какие не попал. У других ошибки всегда интереснее сказать. Да, да, да. И они сидели, ржали. Вот это вот, и там у одного, у другого, у третьего. Как бы такая забава. Прикинь, класс. Ой, вообще. Ой, уж. Ой, уж. То есть, самое ужасное, что время идет, а там забавы те же. Оно никуда не денется, потому что это травма самая настоящая. Ну, это же как бы считает буллинг только как бы через интернет, да, через экран. Ты выйди, сыграй для начала. А мы послушаем, да. Как бы он же не может. Как бы эта установка, ты выйди, сыграй, она тебя толкает в то, чтобы у других ошибки слушать, а не музыку. И в итоге получается, что люди просидели в зале просто не потратили время. Они не услышали ничего. Это люди, это люди, дипломированные специалисты. Того, что Андрос Шиф привез в Москву, они не смогли понять, услышать. Все мимо. Это музыканты настоящие. То есть, как бы, ну, дипломированные, да, специалисты. Поэтому, когда мы, будь мы музыканты, профессиональные или нет, мы слушаем с открытым сердцем. И иногда бывает, только тогда открывается вот эта волшебная дверь, которая может нас в тот мир перенести, где мы можем побыть сами с собой. Вот, побыть самим с собой, это вообще страшно. Страшновато. Особенно в современном мире. Но хочется, ты не можешь вообще спокойно кофе выпить. Ну, ты как бы сразу залезаешь в какой-нибудь, не знаю, ВКонтакте. Просто, не знаю, что-нибудь листать. Ты вот так просто посидеть в тишине, не можешь. Кажется, что что-то вот руки надо чем-то занять и так далее. Я практикую метод Анат Баниэль. Это метод работы с телом, где мы учимся замедляться. Учимся слушать свое тело. И это для профессиональных музыкантов прекрасная вещь. Я об этом буду завтра рассказывать на своем мастер-классе в консерватории. Но я про замедление. Концерт, поход в концертный зал, это такой шанс побыть с собой. Если в этот момент атакуют какие-нибудь, не знаю, раздражающие мысли или еще что-то. Вот даже не обязательно их гнать, не обязательно их как-то думать, о господи, как-то неприлично. Я вообще-то в филармонии сижу и как-то думать о том, что у меня дома посуду надо помыть, ну как-то тоже неприлично. Нет, почему? Отлично. Может быть, кто-то из композиторов был занят каким-нибудь таким же размышлением просто про жизнь. И вот написал это. Почему нет? Побыть с собой. Если ребенок, с которым мы пришли, хочет уйти, надо уходить, не держать ни в коем случае. Можно походить, взглянуть там, не знаю, в артистические, походить по холлу, посмотреть, рассказать или еще что-то. Не держать насильно, потому что это всегда обратный эффект потом. Субтитры сделал DimaTorzok